Музыка Павел, какой фильм, в каком жанре вы бы никогда не сняли? Военный фильм на зеленом фоне и с животными. Даже не представляю, что будет. Это будет как зрелище Джек Николсон в «Сияние». Как режиссер, который снимает с животными или на сенем фоне, приходит домой. Вот это он устраивает. Крупнобюджетные фильмы – это странно. Стремиться их снимать. То есть, если ты их снял, это была ловушка. Это значит, ты просто снимал нормальное кино 500 дней лет, а потом «Спайдермен». Ну, трудно было отказать, да. Я снимаю всегда фильмы, в которых моя любовь к жанру и к рассказу истории соединяется с тем, что я всегда хочу это рассказывать, как мне это нравится. И я всегда снимаю все свои фильмы. У меня все они про одно, если кто-то захочет обратить внимание. Про то, как человек пробуждается и становится лучше во время каких-то испытаний. И я пытаюсь всегда сделать это, ну, как-то более мягким этот опыт и для зрителей, да, для моих героев. Или каким-то более светлым даже фильме про рак. Мы старались улыбаться все время. Сколько я влюблен в персонажей, это просто всегда происходит в моменте. Но то, что я всегда чувствую, как мой любимый персонаж кино, это Джина Дэвис в фильме «Случайная туризма», который она получила Оскар. Это женщина, которая, несмотря на то, что Уильям Ахерд ее не любит и отрицает, она, тем не менее, идет до конца. И просто она пример какого-то жизненного оптимизма. И я просто не могу представить сильнее персонажа, чем она. Когда ты смотришь в любой момент с ней в этой фильме, ты просто заряжаешься энергией. Она как, блин, какой-то энергетик просто, это Джина Дэвис именно в этом фильме. Ваш любимый фильм, может быть, за последние годы, если уже все с сегодняшним днем? Я люблю смотреть, я люблю момент магии на экране, я люблю сам этот процесс. Я не тот человек, который пересматривает любимый фильм по 40 раз. Я вот хочу сказать, что я специально их не пересматриваю, потому что мне хочется, например, сохранить воспоминания про небо над Берлином или про синий бархат, знаете, такое, как во сне, или там, головокружение Шичкока. Я на нем всегда засыпаю, потому что он меня как бы вводит в транс, потому что в буквальном смысле этот фильм обладает магией гипноза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok